Уважаемые коллеги народные депутаты, представители СМИ, уважаемый народ Украины. Хочу сказать, что сегодня вопрос о участии Российской Федерации в управлении СМИ в Украине очень важен. Почему? Так сложилось, что благодаря деятельности волонтеров Центра Миротворец Мария Столярова согласилась опубликовать свою переписку в разного рода соцсетях, в Фейсбуке и так далее. Оказалось, что новостительной политикой телеканала Интер Больга Угода руководила девушка, которая находится в окружении бойцов батальона Восток террористического, и которая называет их очень вежливые ребята из батальона Восток, мои любимые парни в Донецке. Действительно, госпожу Столярову, как правильно заметила депутат Червакова, выдворили из Украины в феврале месяце. Почему? Ну потому что если бы его тогда не уволили и не выдворили, то телеканал Интер, скорее всего, сожгли бы уже тогда, поскольку накал страсти в учителе был очень большой. Однако, та ситуация, которая была со Столяровой, она, видимо, неправильно была устрактована руководством телеканала Интер, потому что российские граждане продолжают управлять информационной политикой телеканала Интер. Есть такой деятель господин Шувалов, наверное, народный депутат Червакова работала на Интере, возможно, знакома с ним, может охарактеризовать круг его обязанностей и задач. Вот если изучить внимательно переписку госпожи Столяровой, которая не поддается никем сомнению, подтверждена уже огромным количеством авторов, которые переписывались с ней, то есть такие, например, фразы. Вот, например, Шувала очень крутой черт. Под парламентские выборы он сообщал политусовки. Хотите быть в эфире, взносы принимаются 100 тысяч долларов в месяц. У меня, кстати, на телеканале Интер и многих депутатов с партии Народный фронт уже больше года там не показывают. Наверное, мы не вписываемся в финансовую политику. Дальше, вот из такой же переписки Мария Столярова пишет своей маме Елене Столяровой. Главные руки Кремля я и Шувалов, как всегда в тени. Как хотелось бы понимать, что это означает, что на телеканале Интер работают люди, которые себя считают руками Кремля. Можно, конечно, говорить, что это шутка, но могу вам сказать, что это не шутка. Это, к сожалению, правда. Вот, дальше, такие есть высказывания. Например, очень интересен вопрос оплаты заработных плат. Вы знаете, у нас огромный дефицит пенсионного фонда, больше 140 миллиардов гривен. Приходится брать деньги на последнее для наших пенсионеров. Вот Мария Столярова пишет. У меня уже давно только клад, 5 тысяч долларов долларов. Очень бы хотелось услышать от руководителя представительства компании Национальной информационной системы. У вас зарплата платится в конвертах или Мария Столярова получала 5 тысяч долларов и платила официальные законы? 5 тысяч, там английская правда платит. Вы меня спрашиваете или констатируете? Я прошу, когда я закончу, я попрошу вас дать ответ на вопрос. Вы только что спросите меня, дайте ответить на вопрос. Я это после моего огнечения выступления, вы ответите с удовольствием. Можете назвать даже вашу зарплату и платиться с ней налоги в том числе. Но я хочу сказать следующее. Давайте констатируем факт. После вскрытия переписки Марии Столярова, то, о чем догадывались многие граждане Украины, оказалось правдой. Действительно, отдельные средства массовой информации Украины управляются с территорией Российской Федерации. Отдельные сюжеты согласовываются даже с террористической организацией ДНР, как бы там чего ни вышло. Я хочу сказать, что сегодня на данном комитете мы, конечно, обсудим этот вопрос с точки зрения публичных депутатов. Но действительно, решения должны приниматься на законодательном уровне. Должны быть даны права Национальному совету по телевидению Радио Венчане проводить проверки редакционной политики относительно подконтрольности ее управлению из государства страны-агрессора. Проводить проверки источников средств финансирования на данные телеканалы. Если эти источники финансирования приходят со стороны Российской Федерации или Федерации структур, в таком случае эти источники должны пресекаться, а средства массовой информации привлекаться к ответственности. Невозможно было бы себе представить победу Англии, США, Советского Союза в войне, если бы в Москве или в Лондоне вещали бы или сдавались газеты, редакторы которых сидели бы в Берлине и диктовали, что им писать. В то время как немецкие бомбардировщики бомбили наши города.